всем привет приветствую всех на своем канале сегодня будет видео у нас офф экспрессе что мы купили для сада и огорода но сначала покажу вот такую вот нашу петунью которую мы сажали два месяца назад и она уже благополучно цветет сажали мы ее из своих семян которые собирали еще прошлым летом и конечно же цвет не знали цвета здесь вот и лимонный и какой-то розоватый и фиолетовый так что за два месяца можно вырастить уже цветущую рассаду стояла у нас она под лампой обычная лампа из маяка которая не мощная но прекрасно себя чувствует уже надо подстригать чтобы она не вытягивалась ну и начнем то что мы купили покупали вот такой грунт я его сейчас открою покажу что там внутри по моему районе 60 рублей он стоил дренаж но он такой крупный покупали для орхидеи подарили орхидею на 8 марта и надо будет как-то ее пересадить и уже прикупили для нее грунт питательный грунт для орхидеи он стоил 63 рубля тоже открою сейчас покажу как он выглядит изнутри также брали вот такие вот ловушки для белокрылки в основном его вешают чтобы отследить появилось ли что-то из вредителей не или нет чтобы вовремя обработать но и какие-то все равно мошки попадутся на нее повесим в теплицах здесь в упаковке две штуки стоили 70 рублей вот такую пробку взяли она на солнечные батареи в бутылку в прозрачную вставляете и она светится ночью днем заряжается вот на свету она не светится закрываешь она светится то есть сама заряжается вот такой упаковки стала 99 рублей также покупали вот такие удобрения фертика они в районе 30 рублей стоит и вот эти вот раз вот эти вот форты для рассады мы уже обрабатывали на шапиту не поливали так что берите на заметку может кому-то пригодится она жидкая и удобно растворять на полтора литра воды растворили и все готово взяли также для орхидей для рассады и вот такую специально для петуни также взяли вот такое удобрение водорастворимое можно и в сухом виде добавлять 60 рублей это для гортензий для голубики для тех кто любит именно кислую почву взяли для голубики будем поливать нашу голубику также фитамин взяли 25 рублей и монокалий фосфат это для цветов всем это все по 25 рублей летом пригодится подкармливать и петунии где как также взяли вот такие две подвязки они на алюминиевой основе гнутся и они говорят многоразовые попробуем в этом году я думаю это удобнее у нас томаты на колышках в основном я думаю будет удобно колышком подвязывать здесь есть отрывная отравную такой механизм чтобы отрывать и говорят что на новый сезон они сохраняются даже два три сезона не ходят будем пробовать и расскажем как в этом сезоне нормальная штука это или не очень и вот такие вот взяли подвязки для кистей томатов никогда не пробовали но на веревке и вот на такие лески думаю неудобно будет подвязывать мы делали как-то подвязывали веревками и неудобно это веревки пережимают кисти эти висят непонятно как и они иногда ломаются попробуем вот такие вот держатели тоже хвалят говорят что очень удобно 80 рублей они стоили и вот здесь сколько штук 50 штук там есть зеленые есть белые но мы взяли зеленые чтобы так сильно было видно и тоже это многоразовая история так что останется у нас еще на новый сезон сейчас открою грунт керамзит и посмотрим как они изнутри выглядят палок никаких не вижу хороший нормальный грунт так что можно брать для рассады самое то так керамзит у нас очень крупный прямо здесь есть там большие можно выбрать и маленькие я хотела их добавить для орхидеи выбрать маленькие намного не надо остальное пойдет куда-нибудь на цветы и вот он грунт для орхидеи но он очень очень мелкий с добавлением торфа в составе здесь указан торф нейтральный перлит и кора хвойных пород но кора очень очень мелкая надо будет покупать и крупные коры маленькую упаковочку потому что здесь очень очень мелкий он но чтобы разбавить крупную кору вполне себе пойдет так что присмотритесь кому интересно ну а я прощаюсь с вами и увидимся уже в следующих видео всем пока пока